Ну что же, жажда с колхоза снова в действии! Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, это New 4 Speed Most Wanted P-Pega Edition, и я продолжаю здесь делать тюнинг новым автомобилям. Итак, в предыдущей серии у нас была вот эта Ferrari F40, вот что из нее получилось. Если вдруг не смотрели эту серию, то здесь сверху по подсказочке можете перейти. Ну а я дальше буду смотреть, что у нас по тачкам и как их можно прокачать. Итак, у нас была Ferrari F40, как вы уже могли заметить, поэтому листаем дальше, что у нас с пометкой плюс есть. Кстати, Ford GT, неплохо было посмотреть на нем тюнинг, но у него нету пометки плюс. Есть у нас Corvette, Drift-версия, есть обычный Ford GT, и у нас тут Corvette C6, которую мы уже прокачали в самой первой серии. Итак, следующая машина у нас получается с пометкой плюс в тюнинге, это Audi R8. Фу, 78-я из 100 автомобилей. И она, кстати, достаточно быстрая, судя по ее характеристикам, поэтому давайте берем ее и, конечно же, заходим сразу же в рейс, потому что нам интересно, что у нас по бодикитам. Их четыре штуки, это уже хорошо, это меня уже определенно радует. И первый боди, это у нас такая отсылочка получается к обычной версии. Ох ты! А вот это уже интересно, смотрите, у нас получается Audi R8 на очень неплохом расширении. Вот это уже смотрится, вот это уже стилек. Мне кажется, такой машине нужно будет ставить какие-то турбофаны, вот что-то в этом духе, потому что прям стильно, прям стильно, мне нравится. Так, хорошо, третий бодикит. И третий бодикит у нас, по сути, тоже такие же расширения практически, только не такие низкие. Но на самом деле видно, что эти расширения, походу, взяты из Need for Speed Heat, потому что я помню, что плюс-минус там что-то вот такое было, и вот напоминает прям то, что было там. Я теперь просто максимально понимаю, почему у нас сделана такая вот заставка в виде Need for Speed Heat. Потому что, ну, многое взято, видимо, из этой игры, поэтому все вот так вот. Так, Big Wanks, давайте смотреть, что у нас, ну, в принципе, мы тут все прекрасно понимаем, что, опа, GTR, GTR, вот это вот неплохо выглядит. Вот это мне нравится, как этот спойлер здесь смотрится. Уже неплохо, уже неплохо, если мы переключим на Reaser. Здесь у нас есть вот такие вот спойлера, понятно. Так, ну здесь их меньше, нет смысла их переключать. 37, Sport Carbon. Ну, короче, есть смысл только в спорте смотреть, как я уже говорил много раз, потому что что-то там какие-то спойлера, они не о чемные. А здесь у нас все-таки есть в этом смысл. Но, кстати, вот эти спойлера, которые у нас универсальные для всех машин, они здесь смотрятся как-то так себе. И мне кажется, тут нужно ставить какой-то минимальный дактейл, который идет полностью у нас по задней части машины. Но тут, видите, спойлера, они все какие-то не особо под это все дело подходят. А вот эти наши мега колхозные, они, конечно, здесь смотрятся потрясающе. Но, тем не менее, нужно какой-то спойлер, который будет все-таки подходить этой машине. Хоть у нас сегодня не форкалхоз, но почему-то R8 мне не хочется делать какой-то совсем там ужасный. Так, что же у нас по спойлерам? Ну, я чувствую, что придется ставить, наверное, тот, который я выбрал, потому что пока что из того, что здесь у нас есть, мне это все не особо нравится. Да, определенно это как-то выглядит не так. Хотя бы какой-нибудь дактейл бы найти прикольный. В принципе, этот дактейл смотрится. Но он, опять же, у нас не во весь багажник. Ну и все, а это уже стандартные пошли. Блин! Вот этот, в принципе, более-менее подходит. Этот тоже. Так, и дальше что у нас получается? Риппер и стоковый. Ну, наверное, риппер может быть поставить. Хотя он какой-то высокий. Блин, я не знаю. Мне хочется что-то пониже. В общем, я нашел очень странный баг. Если ставить какой-либо спойлер на эту тачку, то потом через время, буквально через минуту, у тебя вылетает игра. Поэтому я оставляю стоковый спойлер, какой здесь есть. И не буду никакой другой ставить. Потому что, ну, просто рискуем, что игра вылетит и все. Она у меня вылетела, чтобы вы понимали, уже три раза. Два раза я ставил спойлера, и она у меня вылетала. Поэтому как-то вот так вот. Давайте смотреть, что у нас по дискам. Рожа. Формула. Здесь можем переключать. Ну, короче, надо что-то такое. Ратиформы. Вот ратиформы должны быть хороши. Нет, ну, не особо смотрятся. Я думаю, будет лучше. Шмидт. И... Ну, вот тут уже другое дело. Мне кажется, что вот эти диски подходят. Наверное, давайте двадцатку. Оставим. Потому что ставить маленький профиль, наверное, здесь будет не очень. Но для начала... Это мы пока что отложили. Давайте посмотрим, что у нас по TCV. Нет. Не очень. Волки. Попереключаемся немножко. Те-37. 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 У нас тут все как нужно. Нет. Мне все-таки это не нравится. Воссен, наверное, это будет слишком жирно. Я, конечно, понимаю, что у нас машина подходит под это дело. И тут Воссен можно, в принципе, переключать. Но, черт возьми, сегодня не настолько все у нас так плохо. Можно, в принципе, даже поставить Workmaster. Они на ней смотрятся неплохо. И у нас здесь также написано Twer Tyrus. Все как нужно. И заканчивается все на Zender. Честно говоря, я даже не помню, что это за диски. А вот, да. У нас тут турбофаны как раз находятся. Ладно, давайте все-таки поставим Шмидты. Двадцатый профиль. Мне, в принципе, нравится. Точнее, двадцатый размер, двадцатый радиус. Как это правильно? Так. Воздухозаборник на крыше, наверное, стоять не будем. И вряд ли тут чего есть интересного с этими воздухозаборниками. Поэтому сразу же идем. You don't need this. И здесь ставим просто абсолютно любые десули. Потому что, ну, как бы там этого даже и не видно вообще, в принципе. Так. Теперь у нас тут дополнение. Attachments. Первый слот. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Наверное, всякие канарды будут вешаться. Да. У нас тут дефлекторы вешаются. Дефлекторы прямо на расширение. Ну, то есть, эти канарды, конечно, да. Это определенно забавно. Но это как-то бесполезно. А, у нас и сзади, что ли, на жопу, что-то тоже что-то вешается. Ну, подождите-ка. Вот, например, если так мы посмотрим. Нет, на жопе у нас тут так и есть. Это при помощи этого буддикита у нас появилось. Но канарды, ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, нужны они тут. Ну, давайте, пускай вот эти вот маленькие будут. Потому что они даже толком незаметные. Все, покупаем их. Второй слот. У нас тут всего два слота. Для этого всего дело есть. И тут у нас уже сплиттеры. Ну, давайте поставим какой-нибудь сплиттер. Пускай будет. Пускай будет жирненький какой-нибудь нормальный сплиттер. Ну, да. Пускай будет вот этот вот. В принципе. В принципе смотрится. Но, знаете, у меня складывается такое ощущение, что я сейчас нахожусь просто не в Must Wanted. Я сейчас нахожусь в каком-то хите. Потому что очень все это, ну, как бы оттуда взято. И, естественно, все это напоминает. Ладно, погнали в Go Faster. Здесь мы, как всегда, по максималке все прокачиваем, чтобы понимать, насколько быстра у нас машина. Так, и идем в визуалку. Я очень надеюсь, что здесь есть какие-нибудь у нас прикольные винилы. Потому что в тот раз меня даже немножко разочаровало, что никаких винилов на тачку не было. Поэтому сейчас идем сразу в кустом. И здесь нет ничего. Это печально. Кипега у нас тут все понятно. Здесь все это мы видели. Комьюнити. Может что-то есть? И есть зефир. Отлично. И все. И больше никакой раскраски нету. Просто замечательно. Но, как бы, вот и тюнинг есть, а вот раскрасок нету. И из-за этого становится максимально грустно. В боди есть у нас что-нибудь интересное. Нет, в боди ничего интересного тоже нету. Все. Все старое. Все как и есть. Старые вот эти винилы. Фигачить на новые машины, ну, это как бы такое, честно говоря. Поэтому я даже не знаю. Наверное, ничего в боди мы тоже ставить не будем. National Flag, Race Flag, Stripe. Может быть, страйпы какие-нибудь ради интереса просто. О! Слушайте, прям Adidas получается. Только третьей полоски не хватает. Можно, можно кучу всяких полосок наделать. Но, опять же, не знаю. Короче, я, наверное, машину оставляю просто так. Будет она максимально строгой. И диски я оставляю тоже такие же. Можно их, конечно, вообще покрасить. Вот так вот в черный, да, все. И будет максимально черный автомобиль у нас такой. А если какие-нибудь просто цветные диски сделать? Нет. Это будет максимальный колхоз. Поэтому оставляем, вот, наверное, вот такой вот цвет. Дисточков сделаем. Так. Теперь затонируем, естественно, у нас окна. Medium Black. Шикарно. Декали мы делать не будем. А69 не будем. Здесь у нас что? Давайте поставим. Ну, какой-нибудь. Какой-нибудь. Который по духу более-менее подходит для этого автомобиля. Мне кажется, туризма подходит. Оставляем его стоковым. И можно зафигачить номер. Нам, естественно, нужно найти Audi. Я так подумал. Странно как-то смотрится вот этот номер. Потому что у нас прям сверху значок Audi. И точно такой же значок еще на номере. Давайте лучше что-нибудь другое поставим, да. Потому что получается как-то срато немножко. Техас. Пипега. Сойдет. Он, главное, по стилю нам подходит. И, в принципе, все. Больше у нас никакого тюнинга здесь нету. К сожалению, на R8. Но, тем не менее, давайте ее потестируем. Поэтому идем. Race, конечно же. DIY Options. Сначала в какой-нибудь круг сгоняем. Просто чисто посмотреть, как машина у нас едет. Water Park. Давайте в этот. Не так, правда, много поворотов. Но, тем не менее. Зато хотя бы будет сразу понятно, как у нас едет данный автомобиль. Меня начинает немножко разочаровывать этот мод. Потому что я ожидал намного больше тюнинга. Но, как вы заметили, его тут не так много. Так еще и есть баги. Например, вылет после того, как ты восстанавливаешь какой-либо спойлер. Это печально. Это реально печально. Но, тем не менее. Нет. Не получился хороший старт. И... А звук? А звук вроде неплох. Хотя он вроде как обычный. В игре, по-моему, такой звук и был. Хотя... Хотя, может быть и нет. Так, аккуратненько. Ох ты ж, ё. Слушайте, она достаточно странно управляется как-то. Она вроде бы и четкая. Но, одновременно, она не хочет поворачивать. Такое ощущение, что как будто из-за своей ширины у нее просто огромный радиус поворота. И она из-за этого никуда не залетает. Давай, давай, давай. Давай, аудюха, поехали. Не такой же всратый автомобиль, чтобы так все было плохо. А вот я зря сюда поехал или нет? Блин, она слишком быстрая. Я с ней справиться особо даже не могу. Так, вот тут... Вот так вот залетим. О, немножечко побери. 69 собьем. Нечего тут всякое такое разводить. Короче, она очень странная. Она вроде четкая. Но при этом у нее колеса совсем... Ну, типа, не умеют... Не имеют никакого угла поворота. То есть ее нужно прям вот... На... Блин, я даже не знаю. На замедление прям ее как-то приходится ставить. Это максимально странно. Так, ладно. Погнали тогда просто ее сейчас уже в свободный... Во фри-роме проверять. Потому что что-то как-то пока что мне это ничего вообще не дало. Тачка вроде быстрая. Вроде выстреливает хорошо со старта. Но это понятное дело. Она у нас в максималке прокачана. Но что-то вот с управлением... Она какая-то странноватая. Зато посмотрите, какой у нас тут стендс-фестиваль прям получается. Вот только взгляните на эту аудюху. Опять же, было бы повеселее, если бы давали побольше винильчиков. А винильчиков что-то у нее вообще никаких. Ой, у нас тут... У нас дрифтовая, что ли, версия тут S13. Прям тяжело бот едет. Ему прям плохо. И смотри, сколько дыма от него. Это 100% дрифтовая версия, мне кажется. Еле с ней справляется. Блин, кстати, как-то машина прям смотрится немножко странновато. Прям как будто не из этой игры. Как будто она наложена сейчас с помощью хромакея просто. На видеоряд. Воу. Ох, сейчас какой у нас жесткий полет будет. Слушайте, ну к ней, наверное, нужно просто привыкать. Она как-то по-своему ведет себя, но... О! S13 выледело просто не пойми откуда-то. Но при этом вроде управляется. То есть это как-то сложно вообще понять. Не, наверное, все-таки забираю свои слова назад. Насчет того, что у нее какой-то маленький угол поворота колес. Да вроде нормальный. Просто в резкий поворот она, конечно, не особо залетает. Но самое крутое, что она устойчивая. То есть ее особо не несет никуда. Ну и трафик, конечно же. С ним, естественно, мы расправляемся самым ужасным способом, его забивая. Так. Давайте пробуем, как мы тут залетим. Да что ж ты будешь делать? Ну что ты выехал? Что у вас тут так много разъездилось-то, а? Так. Залетаем вот сюда. Давай поворот. Блин, да нет. Хорошая тачка. Реально хорошая. Единственное, только тут, наверное, по хору Тактикс нужно ее немножечко еще настроить. И она будет поворот залетать. Вообще идеально. Что у нас получается? Это еще один автомобиль, который добавился с модом. И он снова имбовый. Конечно, там F40 была не настолько хороша, как эта Audi R8. Но R8 по управляемости мне нравится. И даже видели, как я сейчас аккуратно залетел, когда меня занесло. Так, а тут оттормаживаемся. И... Да, ну даже на траве она не пытается мне показать D1 GP. И не дрифтит. Вполне себе спокойно едет. Ну мне нравится этот автомобиль. Можно даже вот сюда залететь. И спокойно вот так вот проехать. И нажать на нитро. И прям резко вылететь. Из этого поворота. Блин, короче, красота. Вообще красота. Между трафиком, в принципе, нырять можно. Хороший автомобиль. Если вы вдруг будете проходить Epega-мод, то почему бы его не взять? Едет быстро. Кайф. Вообще кайф. Скорость единственная, я не знаю, развивает большую. Но скорость, на самом деле, R8-то она что-то не особо большую развивает. Но опять же, все настраивается. Вот управление, оно хоть и держаковое, но все-таки, да. Повороты не так хорошо зааннеливает, как могла бы быть. Но мне кажется, что все с помощью настройки все делается. Так. Давайте сейчас просто по разгону посмотрим, что у нас как. По максимальной скорости, точнее. Сбил бутку. Но там 330, я видел, на спидометре было. 340, 300. Блин, опять таксишка. Ну тут, конечно, невозможно нормально разогнаться, потому что слишком много трафика. Давайте лучше вот это вот собьем. Не, ну в целом... В целом едет очень даже хорошо. Вообще хорошо. А если хочешь, чтобы было идеально, то просто через Core Tactics настраивается, и все вообще окей. В общем, что сказать? Прикольный Audi R8. Но я начинаю расстраиваться просто внешним тюнингом, который они добавили, потому что, ну это тупо импортировано. Skin for Speed Heat. Ничего нового, даже никаких винильчиков интересных они не импортировали. Это немного печально. Ну на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Дима OnePoint. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, если вдруг этого еще не сделали, чтобы получать вовремя все мои видосы и не пропускать их. Ну и конечно ставить лайк, если вам понравилась эта уйдюха. Она получилась такая максимально средненькая что ли. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok